Чапаев рейд. Так между собой гонщики называют ралли поля Иваново-Вознесенска. На этот раз автомарафон под Фурмановым собрал более 20 спортсменов из Ульяновска, Коломны, Владимира, Москвы, ну и конечно же Иваново. Участникам и их железным коням предстоит серьезное испытание. По полю с помощью трактора нарезано кольцо, протяженность круга 7 километров. И вот они будут эти круги наматывать за определенный отрезок времени. То есть джипам дается 2 часа, у них круг 7 километров, вот они будут за 2 часа, кто больше наезд кругов. Моноприводные автомобили, у них круг поменьше, около 3 километров, где самые ровные выбрали место. Там будут легковые ездить, у них около 3 километров и времени час, так как они все-таки не такие выносливые, как джипы. Автомарафон очень сложный вид гонок. Здесь важно не просто добраться до финиша первым, а грамотно рассчитать ресурсы машины. Иначе до финишной черты можно попросту не доехать. Это марафон, целый час ездить, спринт, это километр стартанул и финишировал. А здесь вот эти круги надо наматывать в течение часа. В этом сложность, надо рассчитать свои силы, машину, чтобы не рухнуло. То есть кто-то слишком будет рвать и быстро ехать, скорее всего до финиша не доедет. Еще одной сложностью для автоспортсменов на этот раз стала жара. Пыльно, дышать тяжело, жарко. Автомобиль греется, приходится на полную мощность не использовать его на грани кипения. Поэтому, если бы использовать его на всю мощность, не такая бы жаркая погода была, а можно было бы показать лучший результат. Такой зрелищный для зрителей вид спорта самим гонщикам не приносит ничего, кроме лишних затрат. Если в соседних регионах проводятся соревнования по авторалли на Кубок губернатора с крупным призовым фондом, у нас гонки организовывают по сути сами автоспортсмены. А главный приз для них – доза адреналина. Это как болезнь, как бы заразительная. То есть, если начал один раз заниматься, уже совсем не завяжешь никогда. Вроде бы и тяжело, вроде бы и хочешь заезжать, а все равно тянет и тянет. Даже полгода уже не покатаешься, уже хочется как бы садиться и ехать, ехать, ехать. Тяжело очень бросить. Гонщики признаются – ровная дорога для них – это слишком скучно. Ездить по асфальту может любой. А вот сохранить ресурсы машины на такой трассе – под силу только мастерам и одновременно фанатам своего дела. Наталья Романова, Артем Олив, РТВ Иванова.